И третье, на что хотелось бы обратить внимание, третий пункт, недавно с одним братом говорил, я говорю, вот, иншалла, помился Аллаха, собираемся поехать на Умру и так далее, он мне скидывает видео какого-то проповедника, который, наверное, многие это видели, то, что сейчас не время, и, кстати, это видео не сейчас вышло, я еще пару лет назад видел это видео, я не хочу ошибиться, или в том году, или позапрошлом году, мне скидывали уже это видео, то, что там проповедник говорит, не нужно, если кто-то был один раз на Хаджи, один раз был на Умри, то, что не нужно ехать туда, тратить деньги и так далее. Во-первых, мы должны понимать с вами, то, что если проповедник говорит, и даже я, если честно, не знаю этого проповедника, то есть он не такой известный, шейх, Талибуль Айн, это, скажем, требующий знания, это его ищет, может быть, он так думает, это его фетва, то, что не нужно ехать, если один раз был на Хаджи, если был на Умри, то, что больше уже туда не нужно ехать, я с ними соглашусь, почему? Потому что это очень опасно, такие фетвы заявлять, когда Аллах Субханава Тааля в Куране говорит, Аллах Субханава Тааля приказывает совершать Хадж, у того, у кого есть возможность совершить Хадж, как финансово, так и материально, это один раз, но помимо этого, Прок Мухаммад Субханава Тааля Ассалям сказал, Человек должен совершать фарт один раз, кто больше совершает, повторяет Хадж, то это как благое дело перед Аллахом Субханава Тааля, великое поклонение, и ученые говорят, желательно каждые пять лет совершать Хадж, что касательно Умры, Прок Мухаммад Субханава Ассалям сказал, От одной Умры до другой Умры, Аллах прощает все грехи, которые были, прегрешения, которые человек совершил. Самое любимое место перед Аллахом Субханава Тааля на этой земле, это Масжиду-Л-Харам, Масжиду-Л-Харам. Прок Мухаммад Субханава Ассалям, когда покидал Мекку, обратился, повернулся к Каабе и сказал, Клянусь Аллахом, ты самая любимая, и самая чистая местность на этой земле, самая чистая, самая любимая местность на этой земле. Обращаясь к Мекке, Каабе сказал, и клянусь Аллахом, если бы твой народ, мой народ бы, меня бы не изгнал бы из Мекки, я бы не ушел бы, не покидал. Но пришлось пророку Мухаммаду Субханава Ассалям покидать Мекку и переселиться в Медину. Так он любил Мекку, пророку Мухаммаду Субханава Ассалям. Субханава Ассаляма в Корану говорит, Субханава Ассалям, который возведен для людей, Которые находятся в долине Бакка, Маджид-ль-Харам, Мубарак, Аллах Субханава Ассалям, Баракадный, благодатный. Субханава Ассаляма, люди стали, вот недавно с одним братом говорил, говорит, мне не хочется ехать в Мекку, уже то, что сегодняшний день происходит, я не хочу, вот эти лекции посмотрели, я не хочу, мое сердце не тянется в Мекку. В тот момент, когда Ибрахим Ассалям делал дуа, он сказал, Аллах сделает так, чтобы сердца рабов Аллаха, чтобы сердца людей скучали по этой местности Мекки. Человек, Субханава Ассалям, смотрите, как он постепенно переходит границы шариата, тем самым теряя свою акиду, теряя свой иман, уже его сердце не тянется в Мекку. Самым лучшим местом на этой земле, где одна молитва приводится к 100 тысяч молитв, где он ближе всего к Аллаху, Субханава Ассаляму. Где Медина, где похоронен наш любимый пророк Мухаммад, Саллаху Алейху Ассаляму. Мечеть посланник Аллаха, Саллаху Алейху Ассалям, в которой один намаз, как тысяча намазов. Пророк, Саллаху Алейху Ассалям, сказал, То есть не отправляйтесь в путь для поклонения, кроме как в три местности. Первый храм, который возведен. И вот хотелось бы здесь вот такую пользу указать. И это, уважаемые братья и сестры, Для того, чтобы мы знали, мы знали с вами историю мечети Аль-Харам и историю мечети Аль-Акса в тот момент, когда, может быть, какие-то диспуты проводятся. Потому что сионисты, евреи говорят, что до того, как была мечеть Аль-Акса, там был храм Соломона. Во-первых, мы говорим, что во время Сулеймана было поклонение Единобожия. Одному Аллаху не было никаких черкият. Это раз. Второе, по нашей акиде, ислама, по нашему вероубеждению мусульман, то, что нет, до храма Соломона была там мечеть Аль-Акса. И на этот долиль, доказательства, я хотел бы, чтобы каждый это знал, каждый из мусульман это знал. Сахин-бухари, приводится Сахин-бухари, хадис Абу-Дзарра, когда Абу-Дзарр спросил у пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Какая первая мечеть была построена для людей? Масджит, мечеть, не храм, а масджит. На что сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, аль-масджиду аль-Харам, мечеть Аль-Харам. А потом какая? Масджиду аль-Акса, вторая мечеть, мечеть Аль-Акса. Потом Абу-Дзарр спросил, сколько было времени между построением мечеть Аль-Харам и мечеть Аль-Акса? Что сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, 40 лет. Мы с вами знаем то, что первые, кто построил Аль-Ка'бу, масджиду аль-Харам, первые построили ангелы. Потом Адам, алейхи вассалям. Потом Ибрахим, алейхи вассалям, поднимал каваид, опору. То есть мечеть уже была построена, поэтому Всевышний Аллах сказал, что Ибрахим поднимал каваид, опору. То есть не строил, Аллах не сказал, что Ибрахим строит мечеть. Не так сказал Всевышний Аллах, а поднимает опору, то есть мечеть уже была построена. Потом, после того, как Ибрахим построил мечеть Аль-Харам, поднял опору мечети Аль-Харам, начал поднимать опору мечеть мечети аль-Акса между ними было 40 лет а суримана алиссалям после ибрагима алиссалям почти через 900 лет только прошел поэтому мы говорим мусульмане нет до храма соломона была там мечеть аль-Акса и на это достоверно ходить сахара бухарь это как польза чтобы каждый из мусульман это должен знать должен знать эту историю этот ходить поэтому если сегодня братья мои сестры люди будут не не стремится их сердца не буду стремиться мечеть аль-Харам для поклонения умры для поклонениями хаджи для того чтобы сделать там дуа тому дуа принимается чтобы обогатиться чтобы туда поехать сделать дуа за братьев сестер это очень опасно таким образом так скажем это есть некий такой проект сианистов чтобы люди отдалились от аллаха от дуа от поклонения от мечети аль-Харам от кибли от каабы от умры от хаджи вот тогда вот и будет задуманный план сианистического режима поэтому будьте бдительны уважаемые любимые братья и сестры не поддавайтесь вот этим разным фейкам не поддавайтесь вот этим разным сомнениям сомнительным при этом все мы дамы прось должны просить дуа усердно должны просить дуа не забывать наших братьев сестер как можем посылать им помощь гуманитарную помощь просить дуа то что от тебя возможно брат мой то что от меня возможно то что от тебя возможно страсть то что то что ты сможешь сделать лею калифу лаван офсан и лавуси аналог не не спросит человека то что не в его силах на своем уровне что ты можешь сделать сделать дуа например понедельный четверг поститься перед разграблением делал дуа это хочу дома вставать куран читать больше делать дуа быть усердным в этом быть уверенным в этом есть возможность и на умру поехать и там сделаны дуа там поклоняться лошадь внутри аль там то еще ближе к аллаху сану аль в этом месте в этом месте твои посылка это как очистки сделаешь того и так далее есть возможность отправить туда помощь отправь туда помощь но не переходите черты и красные черты дозволено не переходите не теряйте религию, не опустошайте свою религию, не разменяйтесь, не поддавайтесь каким-то провокациям. Не забываем то, что мы мусульмане, али-су-на-ва-ль-джама'а. Вот эти поклонения мы не должны забывать. И помните то, что за каждое сказанное, за каждую неправильную информацию, которую мы говорим, отправляем, за это будет спрос. За это будет спрос. Уже до того дела доходит то, что некоторые люди придумывают сами от себя что-то, дополняя какие-то придуманные. Хадисы говорят, а это вообще опасно. Ураг Мухаммад, саллаху алейху ассалям, сказал, инна кзиби алейхи ласяка кзиби алейхи ахадикум, фамен кзиби алейхи мута аммидан фалийя табалуа маа кааду хуминаннар. Поистине тот, кто обо мне лжет, пусть не думает, то что он лжет о ком-то другом, помимо меня. То есть лгать о ком-то, не такой же грех, как лгать о пророке, саллаху алейхи муссалям. То есть солгать о посланнике Аллаха, ложь это грех, но солгать о посланнике Аллаха, то что он говорит, это и более величественный, более великий грех. И тот, кто обо мне лжет, пусть и мужу готовы на место в аду. Поэтому были некоторые люди из ахлиссунау аль-джама'а, которые обманывали в пользу, например, когда обманывали какие-то придуманные хадисы в пользу Алия, рада Аллаху альху, ахлиссунау аль-джама'а придумали хадисы в пользу Абу Бакра. И когда говорили им, приводили этот хадис, кто обо мне лжет, на что отвечали, мы не врём, не обманываем против пророка, а в пользу пророка обманывали. Разница в пользу пророка. Ислам не нуждается в ложной информации. Религия наша в этом не нуждается. Есть много достоверных источников, достоверных хадисов, которые и так, альхамдуллах, достаточно и ислам не нуждается, чтобы что-то придумали, добавляли туда. Алия, ахмальту лакум дина, кум мать, ахмамту алейкум ниам, атиурады, куму лакум, алия, сегодня для вас усовершенствовала религию, говорите в Вишну Аллаху субхандуллах, сурат аль-Маида, ваша религия полноценна, и для вас удовольствуется религией ислам. И она не нуждается в каких-то дополнениях, в какой-то ложной информации. Вот эти три пункта я хотел бы сегодня, альхамдуллах, поминется Аллаху субхандуллах, мы с вами обсудили это дуа, быть бдительным в информации, которую вы получаете и пересылаете другим, и не доходить, не доводить до того, что уже люди не хотят ехать в святые места, в мечеть Аль-Харам, в мечеть Аль-Набаву. То есть вот так вот люди, вот это шайтан хочет, и вот это в рак ислама хочет, чтобы мы оставили свою религию. Поэтому держимся за нашу религию коренными зубами, как сказал пропсаллаху, еще 14 веков назад религия наша не построена на эмоциях, на умозаключение. Издалили, Куран, и Суни, и там она достаточно. Субханаллах, хотел короткое видео сделать. Целая хутба получилась опять. Аллаху Алям, будете вы ее смотреть? Нет? Мы прошу Аллаха, Субханаллаху Алям, чтобы Аллах, Субханаллах, дал пользу нам из того, что мы услышали. Дал Аллах, Субханаллах, 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 скорейшее победу нашим братьям, сестрам Фигаззе, чтобы Аллах, Субханаллах, Субханаллах, защитил, оберег в честь Алякса, и чтобы всех мусульман объединился, и сделал как одним телом, как одним зданием. Субханаллах. Субханаллах. Субханаллах.